всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада приветствовать вас на своем канале сегодня мне хотелось бы вам рассказать поделиться с вами своими топ-3 продуктами для обезвоженной кожи этой зимы это мои три спасителя три самых любимых продукта которые я вам хотела бы о которых бы я хотела бы вам поведать это мои персональные мастхэвы продукты которые спасать мою кожу в холода и поэтому если вам интересно то оставайтесь со мной желаю вам приятного просмотра начать бы мне хотелось с продукта от новой российской опять-таки марки я уже в последнее время говорила что импортозамещение нашей стране занимаюсь только я любом случае как-то подсела на тестирование новых российских интересных брендов и так это honey bunny это российский бренд производится косметика в москве средства для умывания с фруктовыми кислотами здесь 250 миллилитров то есть увесистая такая баночка достаточно интересный дизайн и я уже говорила что обязательно зайдите к ним на сайт у них очень интересный концепт очень интересно все продумано интересно придумался дизайн они очень запарились с этим у них мало продуктов но от каждого из них долгок работлив работали над рецептурой над дизайном над в принципе его назначением и что мне у них еще понравилось что они не говорят о том что это натуральный бренд они именно напирают на то что должен быть баланс натуральности и современных технологий и они больше именно за эффективность за активные ингредиенты и за то чтобы продукты работали так вот что касается именно средства для умывания с фруктовыми кислотами я вам уже его показывала да и когда я показывала говорила о том что у меня так получилось что кожа очень тонкая у меня видно все сосудики и сейчас уже появился купероз поэтому я решила отказаться от механического воздействия от всевозможных скрабов жестких и всего тому подобного и моя к сожалению щеточка моряки она мне больше не подходит не нужна я думаю что мама будет просто счастлива и рада когда она будет единственной владелицей этой прекрасной щеточки так вот ввиду того что я отказываюсь уже от таких вот механических продуктов который именно механически очищают кожу отшелушивает ее мне нужны какие-то продукты для отшелушивания кожи которые будут работать более мягко как раз таки какие-то химические продукты кислотные продукты и вот что касается этого средства но меня именно заинтересовало тем что это ежедневно и деликатное очищение за счет как раз таки содержание фруктовых кислот что касается именно использование этого средства, оно очень приятное. То есть это прозрачный гель с потрясающим цитрусовым ароматом. То есть здесь содержатся экстракты цикория, апельсина, грейпфрута, яблока и киви. В общем-то, наверное, за счет этого и аромат такой достаточно свежий, пробуждающий. Очень нравится мне это средство использовать утром. Приятное в использовании, очень хорошо пенится, очень хорошо очищает кожу. Но кожа очень-очень гладкая после использования этого средства. И почему это реально мой мастхэвный продукт? Потому что когда случился Новый год, если можно так выразиться, в новогодние праздники я очень сильно болела. То есть вот прям в новогоднюю ночь я заболела. И все это прекрасное времяпрепровождение в непонятном состоянии, с температурой, оно у меня растянулось на все праздники. Кожа во время болезни, она у меня очень сильно страдает. Оно у меня стало какая-то сухая, покрыто непонятными какими-то катышками сухими. То есть я вообще не знала, что мне делать. И как раз-таки в этот момент я и получила вот это средство. Я его сразу стала использовать. Это просто была у меня единственная надежда, потому что ни скрабами, ни какими-то еще продуктами мне было не очистить лицо от этого. И обычное умывание мне тоже не помогало, потому что эти все катышки, они при высыхании кожи все равно оставались. Буквально за три дня у меня восстановилась кожа, то есть она стала опять гладкой, без каких-то катышков. Все это отошло от моей кожи, то есть кожа обновилась. Несмотря на всевозможные катаклизмы природы, смену погоды, на всякие дожди, ветра и все остальное, у меня больше не повторялось это. То есть кожа у меня всегда гладкая. Я считаю, что это именно заслуга этого продукта, мне он безумно-безумно нравится, очень хорошее умывание. И что еще немаловажно, оно достаточно деликатное средство, оно не сушит кожу, то есть подходит для чувствительной обезвоженной кожи, которой моя кожа и является. Поэтому я вам настоятельно советую попробовать этот продукт. Следующий продукт для лица мне тоже безумно-безумно понравился. Это мой уходовый крем для сухой кожи от марки Биотерм. Это с линейкой Аквасерс, я уже тоже показывала в своих приобретениях. Это очень нежный такой крем розового персикового оттенка, пахнет он мороженым, персиковым сорбетом. Очень приятная упаковка стеклянная, добротная, здесь 50 мл. И что касается этого крема, он очень классный, именно как защитный дневной крем. На него прекрасно ложится макияж, потому что макияж с него не скатывается. Во-первых, он достаточно быстро впитывается, что экономит время с утра. Во-вторых, он как такой тонкой-тонкой-тонкой защитной пленочкой ложится. То есть, все-таки он как за счет каких-то, видимо, силиконов в составе, он все-таки остается частично на лице. Но эта пленка не скатывается, ничто с ней не происходит. Она, наоборот, является очень хорошей базой под макияж. И макияж, в общем-то, на этом креме очень неплохо держится. И за счет того, что он такой достаточно защитный, он очень хорошо предотвращает кожу от раздражения, от обезвоживания, от каких-то всевозможных шелушений, которые образуются на морозе или от перепадов температур. Потрясающий крем, именно если вы живете тоже вот в таком городе, я живу, то есть в Санкт-Петербурге, у меня сегодня будет минус 2, завтра минус 10, послезавтра плюс 5. И постоянно эти перепады температур, очень сильно дует ветер, и постоянно непонятно, что творится, и, естественно, непонятно, что творится с кожей. Как раз-таки вот этот крем, он предотвращает вот эти все проблемы, потому что он кожу очень хорошо защищает днем от всевозможных морозов, или, наоборот, ветра, или оттепель, или всего, чего можно. Очень-очень классный продукт, советую. И завершает мою тройку любимцев маска Овсянка. Это скраб-маска со сливками ламинария. Это единственный более или менее адекватный скраб, который у меня остался. Этот продукт, на самом деле, обалденный. Но за исключением его внешнего вида, когда вы наносите это на лицо, потому что реально этим можно пугать. Поэтому настоятельно вам не рекомендую вылезать из ванны, когда на вас эта маска. Вы избежали всевозможных проблем с родственниками, сердечных приступов, разводов и всего остального. Просто серьезно, это ужасно выглядит на лице, но при этом лицо после этой маски выглядит обалденно. Во-первых, это скраб-маска, то есть, когда вы ее снимаете, вы немного массируете свое лицо и отшелушиваете ороговевший слой. Во-вторых, это достаточно мягкое скрабирование, то есть, вы как будто скатываете это все. То есть, нет таких вот активных каких-то частичек, которые будут реально вот как-то травмировать ваше лицо. То есть, это очень приятная, очень нежная маска. И также она очень хорошо питает, увлажняет кожу. Кожа после нее просто очень красивая. Она выровнена, то есть, очень ровного красивого оттенка. Она очень напитанная, плотная. Просто вот эта маска, это просто the best of the best. Она мне очень-очень нравится. Очень нравится ее действие. Единственное, что еще минус какой, это вот все-таки, если вы не любите смешивать там химичь чего-то, то есть, ее нужно разводить водой. С одной стороны, это плюс, потому что за счет этого она не испортится. Она в сухом таком виде хранится. И то есть, за счет этого, в общем-то, возможно, ее срок жизни продлевается. Но, с другой стороны, вот есть вот этот момент, что вам нужно ее развести кипятком, подождать, когда она стынет, потом нанести на лицо, потом ужаснуться своему лицу, а потом радоваться жизни, потому что у вас просто будет обалденная кожа после этой маски. Но, в любом случае, я ее очень сильно люблю, меня не пугает это то, что нужно потерпеть вот это вот все развести, все это сделать. В общем-то, пока я даже ловлю от этого кайф определенный. Это все, о чем я хотела с вами сегодня поговорить. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Перископ и Инстаграм, если вы этого еще не сделали, потому что так вы наверняка ничего не пропустите. Помимо этого, хотелось бы отметить, что в Инстаграм я стала публиковать также отзывы о косметике, чтобы вы могли узнать больше о каких-то классных продуктах, которые я вам советую. И все. До встречи в следующих видео. Я всех вас люблю, целую. Спасибо, что вы были со мной. Пока-пока.